Привет, авантюристы! Не знаю, такие же вы авантюристы, как и мы, но я быстренько сниму видео, в котором расскажу, чем мы сейчас заняты. Скоро будет наше видео про распаковку. Еще одно вот, в понедельник мы забираем новый палет, и тоже, конечно, у нас будет видео про это. Постараемся видео делать более интересными. Но все со временем мы учимся. Смотрите, мы организовали сейчас вот такой вот склад. Кстати, вот эта вот бумажка висит. У нас нет такой доски специальной, я использую просто картонку. Вот. И, значит, это то, на каких платформах мы планируем продавать. Это тоже, наверное. Здесь немножко у нас, как у нас должен быть оффлайн-магазин организован. Вот. И тут еще что-то. Какие-то у меня пометочки для меня. Это для того, чтобы я про это помнила, так как у нас сейчас реализовано только. Показываю, что у нас есть на данный момент в нашем магазине поликассу. Вот такой вот. Новитус. Немножко освещение у меня тут уже не очень хорошее. Не буду сегодня выставлять. Мне просто немножко уже лениво. Аказ называется Bona Online. Вот такая вот. Она подключается к компьютеру. Работает у нас через компьютер. Мы пробиваем чеки по ней. Простенький очень принтер. Нужен второй принтер, потому что у нас здесь две разные этикетки вот такие вот. Одна у нас курьерская, вторая у нас для ИСКУ. Напечатаем ИСКУ и с вами их клеим на товар, который у нас приходит. Вот. Так же у нас есть скамер с трехкодом. Вот. И еще у нас есть вот такая вот фотостудия, где мы можем фотографировать товар на улице. Красивая. Красивая. Сейчас покажу, как выглядят наши посылочные ящики. Они здесь отличаются. Не видела. Дёрстки тут нет. И может в России тоже, наверное, нету, скорее всего. Вот почта. Она тоже находится недалеко от нашего дома. Тоже удобно. Можно и на ней, ну, как бы, ходить на почту отправлять. Но неудобнее через ящики отправлять. Вот. Девушка пришла в поле отступайки. Хочешь. Забирать тоже. Так. Ну вот, Олегра. Вот такие вот. Но нам сегодня нужен импост, а не Олегра. Вот так подошла я уже к импосту. Вот так вот он выглядит. Сейчас я буду сканировать коробку. Одна рука тяжелая. Вот переводная. И сканируем ацикетку. Угу. Вот. Сейчас закройте ящик. Так странно. Кот неправда не готовый. Иду я с посылкой. Она не отправилась. Я вернусь домой. И буду звонить по номеру, который там указали, чтобы спросить, почему она не отправилась. Хотя у нас сегодня доставки нет. Вот. Еще могут быть ящики заняты. И возможно, я смогу отправить только в понедельник ее. Но если будут по пути еще какие-то почтоматы, я попробую ее отправить все-таки в другом почтомате тогда. Если, конечно, они будут. Но пока я иду в клинику. У меня... Мне нужно сделать УЗИ. Ну, Доплер. Вен. На одной ноге. Я ждала запись. Ой, наверное, ну, около месяца что-то. Но запись-то, кстати, платная. Но не бесплатная. Вот. Но по поводу медицины у меня уже где-то было, по-моему. Это я рассказывала в Инстаграм. Ну, что, ну, как будто сравнивать все равно не приходится. Потому что даже цены... Мелоплатная, весельная, все измеримы с ценами в моем городе, в Минске. Хотя сейчас тоже в Минске, но в польском Минске нахожусь. Вот. То есть, если тут дороже, то у меня сегодня намного. Не могу сказать, что лучше, хуже, как бы... Ну, платная, да, приятно всегда приходишь. И всегда там тоже именно на высоте. У меня страховка в Нислинском центре медикавер здесь в Польше. Ну, и, соответственно, я по ней хожу в основном. Ну, какие-то услуги не входят в эту страховку. И тогда я заплачу и не хожу уже где-то там, где найду поближе. Не совершаю. Вот. Так, что еще рассказать? А, значит, у нас по плану расскажу, что у нас планы. Мы хотим еще попробовать поучаствовать в покупке юнитов в Германии. Вот, мы нашли аукцион уже. Также, может быть, мы поучаствуем в аукционе машин в Германии или в Польше. Тоже мы их нашли уже. Конечно, будем про это тоже рассказывать. В общем, на самом деле, это очень такая францерная история. Поехать сплошь на море и открыть здесь бизнес. Ну, кому интересно, конечно, следите за продолжением этой истории. Мы постараемся, чтобы она была интересной и мне тоже. Так, вот так вот выглядит клиника. Уж прощения ветра на улице. Я без микрофона его не оставляла, хотя мне его, кстати, привезла. Вот, может задувать немного. Так, я пришла раньше, чем надо было. Очень милый магазинчик. Как обычно, обожаю Польский. Малый бизнес. Его очень много везде. Ну, вот, вот эта клиника. Я думаю, что процедура быстрая, несложная. Красивая такая вот. Всё. Пожелайте удачи.